Смотри, ну ты как военный человек, как военный человек должен понимать, что ни одно наступление не проводится и не планируется Давай попробуем наступать То есть у нас есть представление о противнике То есть мы представляем То есть если мне кто-то сегодня скажет, что для них бетонные укрепления в Авдеевке стали сюрпризом То я скажу внимание, что он... Ну ни для кого это не сюрприз был Что там были бетонные укрепления, что их рыли 8 лет Что это 8 лет готовилось к нашему наступлению в этом районе То есть проводится что? Расчет наличных сил и средств И необходимое количество средств поражения Это я тупорылый капитанишка вооруженных сил знаю Проводится расчет наличных сил То есть что у нас есть, сколько надо, сколько есть Хватает ли нам того, что надо, для того, чтобы сделать то, что нам должно сделать Начинаем Если оказывается тает, значит расчеты делали, но... Как обычно, в общем, давай попробуем Если оказывается, что расчеты были верными, но мы недостаточно глубоко представляли, куда закопались Значит мы увеличиваем расчет сил и средств на это Но никак не долбимся в стену головой в бетонную Бам-бам-бам-бам-бам-бам, напирая на то, что у нас голова или количество людей с лбом вот этим Может привезли крепость стены Если мы на это... Ну это на мой взгляд, с военной точки зрения, с точки зрения войны неправильно делать Война на уровне вот таких операций, это математика Понятно, что человек, спрыгивая в окоп к противнику, переводит математику в плоскость Морально-психологической стойкости, личных навыков там и так далее, и так далее, и так далее Но уровни карты и стрелок, это математика Мы математику считали, ну вот сколько надо, куда, кого или нет